С 10 по 14 февраля в Лабытнанках заочно проходил городской конкурс педагогического мастерства 2014. Он определил лучшего учителя этого года, лучшего молодого специалиста и педагога дополнительного образования. А с лучшим воспитателем встретился наш корреспондент Альмира Новоселова. Светлана Брус помогает малышам четко проговаривать звуки уже на протяжении 19 лет. Она работает логопедом в детском саду «Ягодка». Чтобы занятия были увлекательнее и заинтересовали детей, она организовала для них кружок «Юный журналист». Его созданию поспособствовало издание детсадовской газеты «Ягодная полянка». В ней педагоги публикуют статьи и консультации для родителей. Не остаются без внимания новости детского сада. Еще мы публикуем наши достижения педагогов, непосредственно их детей, воспитанников. Вот, собственно говоря, с этого и началось создание. Поэтому хотелось организовать этот кружок для того, чтобы дети познакомились с профессией журналиста, умели активно, самостоятельно и целенаправленно брать интервью. Не только у детей, что мы делаем сейчас, но еще и у взрослых. У газеты есть приложение «Слово на ладошке». Над ним малыши работают практически самостоятельно, поэтому сейчас они знакомы с работой журналиста изнутри. Когда мы ходили с Ярославом, тогда мы брали интервью у врача. Ярослав спрашивал, почему нравится доктору профессия врача. Мне больше всего в журналистах нравится говорить в микрофон и что-то снимать. А что снимать нравится? Ну, всякие мероприятия. Какие мероприятия уже приходилось тебе снимать? Ну, мне приходилось Новый год и День защитника Отечества. Так в ходе интересной игры, сами того не замечая, дети делают полезные упражнения. Это и есть главная задача, которую поставила перед собой Светлана Брус. В первую очередь, это развитие речи деток, чтобы дети умели сами говорить, сами формулировать фразы, предложения, правильно причем строить. К коммуникативному общению, коммуникации. Для участия в конкурсе Светлана Анатольевна разработала несколько работ. Это видео-визитка новости детского сада «Ягодка». Концепцию системы работы написала эссе «Моя педагогическая философия» и подготовила видео-занятия с малышами. Несмотря на то, что участие в конкурсе проходило заочно, педагог признается, что все же волновалась, но интерес все-таки поборол страх. И не зря она заслужила звание «Воспитатель года». Теперь ей предстоит отправиться на окружной конкурс педагогического мастерства, который состоится в апреле. Если Светлана Брус одержит победу и там, то представит Ямал на всероссийских конкурсах педагогического мастерства. Альмира Новоселова, Александр Чирова, программа «Время местное».